Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня я предлагаю разобрать заказ, то есть все что осталось от тех заказов, которые были потеряны почтой России, с Алиэкспресс и приступить к приготовлению легкого ужина. Что мне прислали? Мне прислали тени, вот такие вот румяна, еще одни румяна и насколько я понимаю это должен быть хайлайтер, потом мне прислали еще вот такую вот пудрочку и средство для роста ресниц. Ну и еще кое-что помелче. Давайте посмотрим тени. Будем с вами все пробовать. Да, открыть их конечно сложно, как вот так. Давайте будем пробовать. На фотографии они были совершенно матовые. Вот представляете, вот они были матовые. Касалось, что они металлик. Ну вот я не знаю каким образом они делают фотографии, но вот тем не менее. Эти тени, они такие очень у них популярные. Это номер DZDZ42. Ну, цвета конечно красивые, но я ожидала, честно говоря, матовые цвета. Следующий номер это DZ43. Это более такой спокойный, но в розовину уже оттеночек. По-моему, красивый. Можно попробовать, конечно, сделать с ними макияж, но уж слишком они такие металлик. Сейчас, конечно, это модно, но не знаю. Так, давайте посмотрим следующий. Это средний между вот этим розоватым, медным, да, более, и более вот золотым. Какой-то средненький такой цвет. Давайте попробуем теперь эти. DZ41. Да, они, конечно, серебряные. Ну, для тех, кто любит вот такой вот яркий, ну, я бы сказала, в спокойных, конечно, тонах, но все-таки металлик макияж. Все-таки это вечерний макияж. Попробуйте, приобретите, не знаю, как вам понравится. Вот так они выглядят на пальчиках. И под них я приобрела вот такой вот кофр. Ну, собственно, он должен быть на магните. Давайте попробуем. Ну, да, в принципе, держится заколочка металлическая. Думаю, что они вот сюда поместятся. Но нет, представляете, они не закрываются для того, чтобы сюда что-то поместилось и каким-то образом здесь закрепилось. Нужно полностью вот эти вот рефилы полностью доставать. Пока вы их будете доставать, они у вас раскрашатся. То есть это очень неудобные такие вот коробки. Они настолько плоские. Видите? То есть в них, я даже не знаю теперь, что в них класть. Только если, может быть, для каких-то мелких металлических предметов, иголки, чтобы не терялись. Но я думаю, что такую вещь не стоит покупать за 350-400 рублей для того, чтобы потом там держать иголки. Тени эти очень популярны на Алиэкспресс. Думаю, что если вы введете слово тени, они тут же появятся. Вот именно вот эти вот такие вот с шашечками. Но у них только есть номера сзади. Поэтому ничего не могу сказать, кто производитель. Ну, Китай, наверное, производитель. Хотя, как вы видите, вот качество неплохое. Так, давайте к следующим покупкам. Ну, в общем, это все-таки румяна. Я их попробовала. Знаете, они оставляют очень яркий тинт. Вот они такого, видите, цвета немножечко похожего на арбуз. Они вот такие. То есть они очень яркие. И если их даже растушевать, друзья, то получается вот такое пятно огромное. То есть я не представляю, каким образом можно вот такими вот румяными пользоваться. Они кремовые, вроде бы текстура приятная. Но они настолько сильно пигментированы. И их можно стереть, только приложив огромное количество усилий со специальным средством мицеллярной водой. И они оставляют еще потом вот такого вот цвета тинт на коже очень и очень долго. Что я думаю? Каким образом им можно будет пользоваться? Наверное, я поставлю их в общий доступ в качестве помады губной. То есть фактически кремовая текстура более помадная, похоже. Спонжик здесь такой какой-то полусиликоновый. Внутри вот тут два таких отдела. Все-таки это больше похоже на помаду для губ. Но вот вы знаете, китайские средства, конечно, как повезет. То есть иногда какие-то очень неплохие попадаются. А иногда, ну вот, ну просто, ну не знаешь, что с этим делать. Ну, в принципе, помадка летняя вполне возможно. Цвет неплохой такой, кремовый оттенок у него приятный, нюдовый. Ну, посмотрим, посмотрим. Как-то нужно это будет использовать. Здесь очень много. Made in, кстати, вот видите, когда написано Made in PRC, то есть это Народная Республика Китай. То есть People, Republic, China. Вот что обозначает, это аббревиатура. Это тоже румяна. Должны быть персиковые, насколько я понимаю. Но они какие-то вот такие. Еще они у меня пытались выпасть. Смотрите, видите, поэтому они тут очень плохо прикреплены. Ну, давайте пробовать. Да, они, конечно, совершенно оранжевые. Они еще с каким-то таким легким перламутриком. Ну, может быть, если растереть, сильно растереть. Давайте попробуем. Да, получается неплохой такой оттеночек. Видите вы или нет? Ну, такой вот приятный оттенок. Приятный такой оттеночек за 3 копейки. Не знаю, как это вообще назвать. И, кстати, здесь некачественно сделана вот такая вот крышечка. Она соскакивает. То есть ей тут просто, в принципе, не за что держаться. То есть обратите внимание, если кто-то будет такие штучки заказывать, от компании Вотшарм. Вот они Smooth Nova. Вот такой вот логотипчик сзади. Если вы будете такие заказывать, то аккуратно им брать с собой совершенно невозможно. Вот они выскакивают. К тому же они полностью не убираются. То есть если они у вас выпадут, то они просто вот здесь сомнутся. Второе средство – это вот такое вот перламутровое светлое, что-то похожее на хайлайтер. Ну, в общем, у китайцев разобраться крайне сложно, что есть что. И оно имеет вот такой вот оттенок. Это если очень много нанести, а ежели растереть, смотрите, что получается. Оно исчезает вообще практически. Ну, такой-такой легкий-легкий-легкий-легкий-легкий. Вот цвет остается. И как-то мне не очень нравится. Оно как-то подчеркивает текстуру, что ли, кожи. То ли как будто ее сухой немножко. Я не знаю, вы видите или нет, делает. Вот такой вот цвет. Жемчужный такой цвет. Ну, не знаю, может быть, его возможно будет использовать как базу под тени, если попробовать. Если попробую, расскажу вам. Может быть, еще попробовать его в качестве очень-очень такого вот легкого хайлайтера. Даже не знаю. Ну, попробуем, посмотрим. Дальше. Что меня поразило? Мне поразила вот эта вот пудрочка. Вот она тут какая-то вся попожуханная ко мне пришла. Ну, спасибо, что вообще дошла. 15 посылок в Почта России потеряла. Китайцы не выслали. В общем, там мошенничество. Аккаунты закрываются. Будете, пожалуйста, аккуратны, посылки не отслеживаются, ну и так далее. Ну, в общем, все, что дошло-дошло, больше мне сказали ничего нет. Вот такая вот пудра. Она, я ее уже попробовала, открыла. Она имеет легкий-легкий такой оттеночек. Она вам напоминает, друзья, она вам ничего не напоминает? Мне очень внешне напоминает пудру знаменитую от Innisfree. Такую финишную пудру от Innisfree. Я сейчас ее заказала. Она едет ко мне с iHerb. Вот будет интересно посмотреть их вместе. Как-нибудь сравним. Ну, вот видите, она дает такой матовый финиш. Ее совершенно не видно. Вот наши оранжевые румяна, да, персиковые перестали блестеть, как только я нанесла вот эту вот пудручку. Вот таким вот образом, видите. Вот ее совершенно не видно. Что хорошо, то, что мне и нравится, собственно говоря. А вот такие вот патчи еще до меня дошли, слава богу. Для тех, кто не видел мои видео, посмотрите, пожалуйста, обязательно. 15-ю жизнь даю вот таким вот патчем гидрогелевым. Наполняю их сама. Кто не видел, посмотрите. Ссылочку оставлю наверху под восклицательным знаком. Это патчи для глаз. Увлажняющие. Ну, и, собственно, здесь никакого волшебного состава нет. Просто легкая гиалуроновая сыворотка. Вот средства для роста ресниц. Компания FEC. Так, здесь 3 грамма. Стерильно написано. Make eyelashes longer, thicker, further. То есть, ну, в общем, просто, ну, нереальные какие-то ресницы обещают. Вот такая вот тут кисточка, тоненькая. Один раз немножко попала в глаз, защипала сразу же. Не знаю, не рискну. Может быть, даже второй раз использовать. Если кто-то пользовался, напишите, пожалуйста, как вы им пользовались. И как вам вообще вот эти средства? Оказали ли они какого-то положительного влияния? Или, наоборот, было какое-то раздражение на глазках? Я как-то теперь боюсь. Не знаю. Из хорошего. Ура! Дошли до того, что можно приобрести хорошего вообще на Алиэкспресс. Уже не верится, что там есть что-то хорошее. Но оно есть. Итак, замечательный крем, но не дешевый он, но и он очень действенный. Сангас называется. Вот такой вот крем. Кем Хуа Вор. Вот такие вот. Иероглифы – это все, что написано. Это крем, который имеет очень ярко выраженный запах. Знаете, чего? Похоже на звездочку, но только более-более интенсивный. Здесь очень богатый крем такими противовоспалительными, снимающими боль травками. Особенно вам понравится, если вы будете его использовать под пленочку пищевую, на колено, на поясницу. Ну, куда обычно мы накладываем такие кремчики после присращивания переломов, после травм каких-то. Вот такое легкое противовоспалительное средство. Оно натуральное, поэтому оно мне очень нравится. Уже не первую баночку заказываем, они действительно хорошие. Что еще мне очень нравится, то, что хороший, и я уже всем его раздарила, потому что он всем тоже понравился. Это Снейл Нутришн. Это эссенция с улиткой. Ну, в общем, стоимость здесь небольшая. Лайкоу называется, насколько я поняла. Компания. Здесь вот такая вот голограммочка. Действительно, здесь есть экстракт улитки. Действительно, приятное очень ощущение на коже. Крем сам по себе, ну, в такой длинной тубе, как обычный кремчик, с длинным носиком. Просто не хочу сейчас открывать, потому что, может быть, подарю его. Несколько раз дарила такой крем маме. Ей нравится вокруг глаз морщинки, хорошо разглаживает. Но нужно, естественно, его употреблять под крем, как сыворотку. То есть, это все-таки экстракт. Это не сам крем, не сам уход. Хотя некоторым нравится и как в качестве уходового средства. И зачем-то прислали мне вместо двух щеточек для ногтей, чтобы чистить ноготочки. Дочка у меня рисует часто краски, различные какие-то средства, из которых она лепит, рисует. Остается на ее маникюре, ей хочется красивый маникюр иметь. И она пытается все это очистить щетками. То есть, обычно все щетки очень жесткие. Вот эти вот маленькие, мягенькие. Но их настолько много положили зачем-то у меня в пакет. То есть, это, наверное, компенсация, как я понимаю, за 15 потерянных посылок. Но 15 посылок были примерно по 1000 рублей. То есть, это 15 тысяч рублей. До свидания. То есть, будьте, пожалуйста, аккуратны с Алиэкспресс. Сейчас там происходит что-то нехорошее. Я уже в одном ролике как-то об этом говорила. Сейчас могу только это все подтвердить. Ну, и, в общем-то, это все, что мне прислали. Все, что не потерялось. Все остальное просто кануло в лето. Не считаю нужным делать отдельные ролики для Алиэкспресс. Потому что я не считаю это каким-то очень серьезным сайтом, на который можно положиться. Думаю, что больше мы с ними связываться не будем. В очередь, буду рада, если кому-то это видео поможет сделать правильный выбор. Может быть, не приобретать вот такие вот какие-то средства, которые мы не знаем, куда использовать потом. Вот вроде этих, да, румян или вот этих вот средств. Ну, а, собственно, то, что действительно хорошее, то смело приобретайте, если вы не боитесь взаимодействовать с Алиэкспрессом. Давайте теперь приготовим вместе ужин быстрый, очень легкий и подходящий всей семье. Это цветная капуста. Слегка ее только подвариваем. Пожалуйста, не переварите. То есть, очень важно, чтобы она не разваливалась в тот момент, когда вы будете ее, собственно, жарить. Вот у меня она уже почти такая, дошла до полуготовности. Вот чуть-чуть она еще покипит немножечко. Далее мы будем ее обмакивать в такой вот кляр. В этом кляре содержится одно яйцо. Туда добавляется немного муки и вода. И это все взбивается со специями. Будем обмакивать эту капусту в этот кляр и жарить на масле с добавлением оливкового. Мне больше оно нравится. Так, я по кочерыжкам в основном, знаете, ориентируюсь. То есть, если кочерыжечка уже более-менее такая вот мягкая, а вот они уже более-менее мягкие, то уже можно обмакивать и доводить до готовности на сковородке. Так, давайте попробуем сейчас это сделать. Можем уже выключить здесь плиту. Так. Вообще, вы знаете, конечно, очень красиво подается всегда в ресторанах еда. Но я считаю, что нет ничего вкуснее домашней еды. Вот кто бы меня как не убеждал, у кого бы я не пробовала, в каких бы ресторанах я не была, в действительности мне очень нравится домашняя еда. Я всегда за то, чтобы приготовить, может быть, со всеми вместе. У меня дочка иногда помогает, иногда муж готовит. Очень хорошо делает мясо, картофель, гренки делает с яйцом. Немножко соли есть в кляре. Вот, поэтому я вот так прямо кладу. Потом будем их немножечко шевелить, чтобы они более-менее равномерно, не то, что прожарились, а чтобы кляр схватился более-менее так вот одновременно. Сильно кочерыжку не буду макать, потому что не уверена, что кочерыжка очень хорошо прожарится. Вот так бы я сказала. У меня есть несколько знакомых, у которых есть, в принципе, свои хорошие рестораны и люди, которые занимаются кухней, может быть, профессионально, и пишут книги. У них есть какие-то блоги кулинарные. Но вот, вы знаете, вот когда они дома готовят, не для всех. Мне даже больше нравится. Как-то, что ли, это получается менее официально, больше с любовью. Даже не знаю, почему. Вы, кстати, напишите, вам больше нравится домашняя еда или вы все-таки предпочитаете кушать в ресторанах? Ну, в отпуске понятно, что, наверное, все-таки удобнее, чтобы вам кто-то готовил. Хотя я знаю, что есть люди, которые и в отпуске принципиально берут такие вот, выбирают такие места, где нужно и можно самому что-то готовить. Мне кажется, мамочкам, особенно с несколькими детишками, да и вообще даже с одним ребенком, иногда так за год можно устать от этой готовки, что совершенно, честно говоря, даже нет желания еще и в отпуске что-то готовить для всех. К тому же многие детишки кушают что-то отдельное. Мужья, например, многие не очень любят есть, естественно, то, что любят женщины, то есть мужья любят мясо, да, ну вот что-то такое. То есть, вот, например, мы будем сейчас кушать с Анилиной с большим удовольствием вот эту капусту, а мы ему как бы положим один только кусочек, и дальше он будет кушать уже мясо. То есть у него это будет как бы как в качестве такого салата. Ну что ж, вот такой у нас несложный ужин получился. Себе я всегда делаю отдельно, без кляра. Вот здесь ее сразу видно, цветную капусту, вот маленькая кучка. Кстати, заметила, что все это время я, видите, со сводчами так и готовила. То есть тени довольно устойчивые, как оказалось, потому что я руки мыла несколько раз, представляете, и они выстояли. Посыпать это все будем вот таким вот тертым сыром пармезан. Ну и далее уже по вкусу, кто как хочет, сметана или какие-то специи. Есть острый, очень острый соус, который мы приобрели в связи с тем, что часто заходим в Едкафе. Нам очень нравится в едамской кухне, они используют вот такой вот соус острый. Кстати, посмотрите, он тоже продается. Такой хороший, очень вкусный игл, Юни-игл называется соус. Но он, конечно, термоядерный, будьте аккуратны. Дочка почему-то любит обычную горчицу, столовую русскую. Ну и для тех, кто захочет томатный кетчуп без добавок особенных. Ну и, естественно, сметанка, эту капусту очень вкусно кушать со сметаной. Еще дочка почему-то очень любит вот такие вот голубичные, различные интересные очень ягодки, да, вот типа голубики, черники, вот такая вот. Ну, вот мы ее регулярно покупаем, чтобы она просто радовалась, была счастлива. Ну, я люблю пить по вечерам вот такой вот чай, йоги, заказала его на iHerb. Кстати, очень вкусный чай. Здесь очень много различных травок добавлено, лотоса, цветочки. Ну и плюс зеленый-белый чай, довольно вкусный, приятные такие апельсиновые послевкусия у него. И пью я его с медом, который переливаю вот в такие вот баночки, чтобы было удобно. Ну и также принимаю вот такие вот витаминки. Помните, я рассказывала вам про крем, который, ну, просто невыносим. Есть вот такой крем, если кто не помнит, Source Naturals, но он с потрясающим составом. Здесь ДМА, липолик асид и ЦСТР, то есть липолевая кислота. ЦСТР – это витамин С в жирорастворимой форме, то есть той, которая хорошо усваивает наш организм. Ну, пока не увидела больших результатов каких-то, но поскольку сейчас пользуюсь этим кремом, у него очень тяжелый аромат у такого же, вот точно такой же крем, только в стеклянной упаковочке. Но могу использовать его только на зону декольте, на лицо не выношу, но он потрясающе зато увлажняет. Ну, вот решила в комплексе пропить эти витаминки. Так что по вечерам или утрам, когда вспоминаю, две штучки принимаю. Ну что ж, вам большое спасибо, что вы были весь день со мной. Хочу пожелать вам быть обязательно смелыми в выполнении и в исполнении своих желаний, смело мечтать и добиваться поставленной цели. И обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Я желаю вам удачи. До свидания.